Здравствуйте, дорогие друзья! Я из Леменганской области. Давайте познакомимся. Зовут меня Марьяна Богдановна Муравлёва. Проживаю я в городе Кириша, куда сейчас вас и приглашаю. Засияет над Волховом радуга и лучами небесной красы Озарит купола старой Ладоги нашей древней столицы Руси. На правом берегу реки Волхов располагается Киришский дворец творчества имени Людмилы Николаевны Маклаковым, в котором я веду две краеведческие программы истоки ежегодного круга жизненной палитры, а также киришские напевы. Программа реализуется с 2016 года, в рамках деятельности которой был создан семейный фольклорный ансамбль «Киришские напевы». Творческий коллектив с радостью выступает в Киришском районе. На рождественских и пасхальных встречах в поселке Будугащ, Кусино, Глажево, Пчовжо, Пчева и другие, по северо-западному региону, так, например, на Всеволожском районном фестивале «Рождественское сияние», на Тихвинском фестивале «Праздничные звоны», на этнофестивале, проходящем в городе Волхов. Сейчас мы готовимся к выступлению на фестиваль традиционной культуры коренных народов Ленинградской области. Одной из задач программы «Истоки ежегодного круга жизненной палитры» является развитие культурно-исторического интереса к местам проживания обучающихся северо-западного региона. Ознакомление с основами декоративно-прикладного искусства, формирование познавательной компетентности учащихся в области краеведения, навыков выступления перед аудиторией, выездные экскурсии духовно-нравственного содержания, участие в фестивалях, выставках, конкурсах, смотрах различного уровня, проводимых светскими и духовными организациями образования и культуры. Примерно 1,4 часть жизни проходит вне стен учреждения, что становится возможным в том числе благодаря организационной работе с родителями. Для организации «Гражданской инициативы» в 2015-2016 году была собрана творческая группа. В неё вошли участники двух проектов. «Моя малая родина – город Кириши» – киришане в возрасте 7-14 лет, обучающиеся в разных школах города и участники краеведческого проекта «Ребята Киришата. Взгляд в прошлое». Книга «Кириши. Вчера, сегодня, завтра». Воспоминания, краеведческие материалы, эссе, научные исследования, изобразительная деятельность, фотографии, сочинения, поэзия о родном крае, которые должны помочь потомкам сохранить память о военной и мирной славе города Кириши. Немаловажное значение имеет участие ребят в исследовательской деятельности по изучению родного края. Работа ребят наполнена практической значимостью. Так, например, проведение открытых уроков и мастер-классов для ребят младшего возраста, создание рисунка для участия во Всероссийском конкурсе «Природа родного края», презентация опыта на научно-практической молодёжной конференции «Многонациональная Ленинградская область», на районной научно-практической конференции школьников ребята становятся победителями различного уровня. Так, например, открытого научно-практического конкурса эколого-краеведческой направленности «Экополис. Вектор. Будущее». С целью презентации опыта педагог публикуется в сборниках, газетах, буклетах, ведёт персональный сайт, а также блог в социальной сети. Является участником конференций на муниципальном, региональном, федеральном и международном уровнях. Земля Кирижская предоставляет замечательную возможность для раскрытия краеведческого потенциала молодёжи и для её духовного роста. Надеюсь на активное сотрудничество. До новых встреч, друзья!